Тарифы изменяются со второй половины календарного года. Основная причина – подорожали энергоносители. Повысилась цена на отопление. Она стала 2106 рублей за гикокалорию. Это рост 8,5%. И повысилась цена для потребителей, имеющих собственные тепловые пункты подготовки воды в домах. Она увеличилась на 7,1%. На рост или снижение, такие тоже случаи бывают, тарифов влияют различные факторы. Но основное при росте тарифа оказывает влияние – это рост на топливно-энергетические ресурсы, такие как газ, мазут, вода, электроэнергия. Например, вода стала дороже на 14,4%, газ на 7,5%. Дорожает, соответственно, цена 1 гигакалории тепловой энергии. Плюс запчасти, материалы, трубы – все это используется при ремонте трубопроводов. Из чего же складывается 1 гигакалория тепловой энергии в тарифе 2015 года? Самая большая статья – это топливо на производство тепловой энергии. Тарифы составляют в 1 гигакалории 49%, затраты на электроэнергию составляют 11%, на воду для технологии 2%, заработная плата 20%, налоги 6%, амортизация 7%, 2%, 1% выпадающие доходы и прочие расходы. Многие сравнивают Сочи с другими городами и задаются вопросом, почему тариф разный. Оказывается, величина тарифа существенно зависит и от вида используемого топлива, а также от технологий, в результате которых получается тепло. В Сочи в основном все котельные работают на газе. Кроме того, на размер тарифов влияют и такие факторы, как характер местности. Например, в горной дополнительные затраты на подъем воды, протяженность обслуживаемых сетей, удаленность объектов. Поэтому региональная энергетическая комиссия устанавливает в Край свой размер тарифа на тепловую энергию. Это 2106 рублей за одну гикокалорию. Именно из такого расчета сочинцы и получат в декабре квитанции на отопление. Например, за однушку в 32 квадратных метра, с учетом, если начисление идет по нормативу, раньше отдавали 1431 рубль, а сейчас на 121 рубль больше. Платеж теперь составит 1552 рубля. Цена горячего водоснабжения не изменится, останется прежней.